Здравствуйте, меня зовут Гавуров Мамуржан, я из Фирганского поэтирхнического института. У меня есть вопрос, как означает вырождение «заблудиться в трех соснах», как оно появилось? Здравствуйте, уважаемые зрители! В 1792 году российский писатель и филкорист Василий Семенович Березайский издал книгу «Анекдоты или веселые похождения старинных пашихонцев». Это был типичный для европейской литературы сборник забавных историй о глупцах и простофилях, якобы проживающих в определенной местности. Так, в Германии были распространены собрания анекдотов о шильббюркерах, жителях города Шильду, в Великобритании стишки и рассказы о готэмских умниках, проживавших в деревне Готэм в Ноттингемшире. Березайский в своей книге собрал, возможно, и частично придумал, истории о жителях города Пашихонье и Ярославской губернии и его окрестностей. Почему именно пашихонцы стали олицетворением простаков? По одной из версий это было связано с историческими событиями середины XIX века. После дворцового переворота, приведшего к власти Елизавету Петровну, ряд поместьй в Пашихонском уезде был роздан в награду солдатам, поддержавшим молодую императрицу. Вчерашние необразованные бедняки, превратившиеся в одночасье в помещиков, часто попадали в комичные ситуации и смешили окружающих нелепым поведением. Впрочем, насколько правдива эта версия, мы уже не узнаем. Сборник Березайского быстро завоевал популярность у читателей, выдержал множество переизданий и стал источником многочисленных продолжений и подражаний. Среди представленных в сборнике анекдотов был рассказ о трех пашихонцах, отправившихся на поиски счастья, но заблудившихся в трех соснах. Каждый из них считал, что счастье находится именно под той сосной, под которой он стоит. Именно благодаря этому анекдоту в русском языке появился фразеологизм «заблудиться в трех соснах», означающий не суметь разобраться в простой ситуации, не справиться с самыми незначительными затруднениями. Прошло время. Книга Березайского забылась. Пашихонцы перестали ассоциироваться с наивностью и простоватостью, но выражение «заблудиться в трех соснах» до сих пор активно используется в нашей речи. Русский язык – великий, могучий и бережно хранящий традиции.